доброе время суток и это видео о том как я купила айпад с чего это началось я рисую и если говорить о цифровом рисовании год назад я приобрела на алиэкспресс графический планшет на мое удивление это было очень удачная покупка но по непонятно скучным причинам я покупаю себе айпад хотя все равно буду здесь рисовать еще хочу поделиться недавно я нашла работу и заработала на него сама покупая за свои деньги и возможно это для кого-то мотивация идти работать это круто а если не круто всегда можно уйти айпад я выбрала самый простой который был в магазине это ipad 9 по поводу памяти взяла максимум 256 зная себя я не могу экономить на памяти а теперь дальше будет видеоряд распаковка влог и мои эмоции и падали не знаю каким дивом это произошло но пока я думала полмесяца он подорожал на 80 евро наступил второй день сейчас будет распаковка о высунулась вау вот 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 это прекрасный карандаш будем с тобой долго творить что-либо я вот только что уронил что уронил как я выключила видео и он выбрал отсюда какая-то пипка торчит наверное так и нужно но я понимаю это нужно его заряжать я просто никакие обзоры не смотрела буду как-то додумываться наверное для него есть какая-то крышка что-то оказывается когда у меня выпал карандаш с него слетела эта крышка которая лежала все это время под столом и я ее заметила только после съемки этого видео прошу прощения вчера я купила этот ipad секунд ладно минут за пять я еще говорю ну все покупаю мне говорят какой цвет я говорю какой цвет яка фарба я иду такая ну какие есть ну есть серый и серый ну давайте говорю вот этот серый вроде по приятней лучший кадр у кукурузы вот он потом и что нет пленки что-что-что-что-что что-что я думаю я и сейчас буду стирать этот пакетик вау тут есть зарядная почему-то я думаю что его здесь нет это такой приятный подарок не смотреть обзоры из интернета и удивляться всему включается ну все он уже за лапсом наверное вот эта кнопочка вот пока что мы общаемся с айпадом он тут со мной приветствуется на всех языках мира вот это он огромный конечно прям как моё зеркало моё зеркало даже меньше чем этот айпад я в шоке ура вау вот это прикольдесно подождите как бы самое главное подожди дружок 15 евро я пока что обдумываю этот серьезный шаг тут пока что торчит палочка я не знаю как он заряжается правда вообще ничего не понимаю но надеюсь это как-то поможет забыла что тут есть камера это такая большая посмотрите посмотрите солнце все загораживает я еле нашла эту позицию apple pencil но я не понимаю как его подключить он вроде бы зарядился но ничего не светилось может быть он не заряжался а класс спасибо внукнуто спасибо что делаете такие подсказка для меня да 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 разрешаю разрешаю опа можно его доставать наверное написать надо что-то просто напишу ау 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 готова так ну это нам информация вся не нужна просто партий какую-нибудь кисточку кисточка кисточка вот такого цвета я себе купила чехол вы правда только сегодня мне еще идет по почте какие-то каляки-маляки что нарисовать я сейчас у меня нет никакого настроения еще мне хочется зайти в youtube на самом деле я приобрела этот apple pencil да и и ipad в целом только для рисования но еще и здесь могу смотреть какие-то видосики за кадром добавлю что я еще здесь читаю книги это очень комфортно я жду пока не придет чехол и защитное стекло потому что я не могу им пользоваться на полную катушку помните что произошло с этим карандашом когда я до него даже не дотронулась и еще я сейчас не хочу рисовать у меня очень много незаконченных проектов в моей жизни и я жду когда ко мне придет вдохновение и в конце этого видео я вставлю какие-то кусочки связанные с рисованием я ведь его купила для рисования а пока что сегодня я буду на нем смотреть какую-то штуку дрюку на такой прекрасной ноте я заканчиваю этот кусочек видео пришла посылка это стекло я думаю зачем мне прислали козовую пенопласта чехол и я заказала с такой штукой для apple pencil чтобы его никогда не терять вообще классная кукуруза когда у меня не было чехла он лежал вот так вот на ярко-желтой кофте чтобы на него никто не сел а когда у меня появился айфон и на нем не было чехла я его носила в шерстяном носке я переживала что у меня нет спирта а продавец положил сюда спиртовую салфетку это очень круто происходит что-то непонятное по бокам налеплен скотч и как не шлепнуть все прошел процесс пошел процесс пошел процесс пошло страшно плывет плывет вау он сам это делает заблокировать открыть вот это ты умный до покупки чехла я пользовалась планшетом только вертикально мне очень некомфортно быть в таком формате но почему-то все так делают возможно в этом что-то есть но вот это отделение для стилуса мне очень нравится а цвет какой и вот теперь я наконец-то могу поделиться хоть какими-то картинками рисунками скетчами которые я здесь нарисовала а еще мне здесь на заставке питер паркер я начала так сказать исследовать программу про create поэтому все мои рисунки находятся здесь вот это самое первое что я здесь попробовала нарисовать в начале у меня были такие проблемы с кистями потому что я привыкла работать с фотошопом ну а со временем освоюсь кстати кто-то в курсе что я нарисовала это из мастер-шефа кто-то тут есть в теме со мной моя родственная душа вчера дивным образом я нашла какой-то референс в пинтересте и решила попробовать что-то в стиле масляных красок вообще с масляной кисточкой я не очень поладила и нашла кисточку под названием Тамара вот с ней как раз таки у меня и получилось что-то сделать еще доработаю и ее можно будет найти в инстаграме немножко дивная история у этого рисунка я сфотографировала эту обувь в раздевалке на работе она мне очень понравилась и из этого я сделаю открытку ко дню рождения владелицы этой обуви мало опыта но мне понравилось здесь что-то творить кстати еще дополнительно я здесь делаю небольшую ретушь каких-то своих работ всеми красивыми картинками готовыми результатами я пытаюсь делиться в своем инстаграме пока это все на данный период дальше будет только интересней у меня есть чувство что в будущем я нарисую на айпаде картинку которая для меня будет просто невероятной но это будет в будущем поэтому чтобы это не пропустить если это действительно будет вы можете стать моим 282 подписчиком по-моему больше похоже на лебедей которые что-то не поделили соответственно как и и и и и и и и